В тупик, ты искал спасение в трезвом расчёте и в здравом смысле. У меня другое мнение. Какое? На Земле нет совершенства. Но в каждом человеке, даже в отъявленном негодяе, есть частица добра. Мы обязаны найти эту частицу добра в себе и в других. Иногда мне кажется, что в моей душе уже не осталось добра. Мэйсон, я была несправедлива к тебе. Я была слепа и многого не замечала. К тебе так много любви. Попробуй это осознать и воздержаться от легкомысленных острот. Это непросто. Я знаю. Я попрошу тебя об одном. О чём? Ты считаешь, что знаешь меня. Предположим, что это действительно так. Но ты также знаешь и Марка. Мэйсон, замолчи. Я знаю, к чему ты клонишь. Извини. Мэйсон, мне было очень важно поговорить с тобой. Мне тоже. Я горжусь нашей дружбой. Из твоих уст это звучит как комплимент. Наша дружба уцелела, несмотря на все неприятные моменты, которые возникали между нами. И всё по моей вине? Нет. Я тоже постаралась. Сейчас мне уже лучше. Это заметно. Чьё это воздействие? Моё или музыки? Не надо напрашиваться на комплимент, Мэйсон. Особенно так прямолинейно. Хорошо. Следующий раздел. Наречие. Ты готова? Да. Читаю. Где наречие? Не знаю. Возможно, мал. Хорошо. То есть, плохо. Мал означает плохо. Полный перевод такой. Горе уходит вместе с песней. Кажется, у меня пропал голос. Теперь повтори по-испански. Слушаю. Прочитай мне ещё раз. Джин, ты записываешь то, что я тебе говорю? Я слушаю и запоминаю. Что я делаю здесь? Я поддался уговорам и отказался от крупной суммы денег. А теперь, забрав у брата учебники, я учу тебя испанскому. Извини. И не надо злиться. Я пережила ужасные потрясения. А частичные потери памяти – это последствия этого потрясения. Постарайся прийти в себя как можно быстрее. Но мне не обойтись без твоей помощи. Я обладаю хорошо тренированным мозгом. Раньше я работала секретарём. Тогда-то я и познакомилась со своим первым мужем. Расскажешь историю своей жизни как-нибудь в другой раз. А я расскажу свою, но по-испански. Я так благодарна тебе. И ты получишь большую награду, чем те жалкие 10 тысяч, которые тебе предлагают Кэпфеллы. И когда я получу деньги? Через 30 лет? Возьми. И ознакомься со списком дел. Зачем? Я же не могу выходить на улицу. Забрать чековую книжку из мотеля. Я распишусь задним числом. Ты получишь деньги и купишь лекарства. Узнать, нашла ли полиция одежду на берегу. Убедись, что эти лохмотья попали к Крузу. Но это не входило в твои планы. Перестраховаться никогда не помешает. Джина, Круз далеко не дурак. Моё появление вызовет подозрения. К тому же я не хочу обманывать Круза. Я многим ему обязан. В своё время он спас меня от тюрьмы. Хорошо, забудем о Крузе. Читай следующий пункт. Иден. Иден Крэнстон. Узнай о состоянии её здоровья. В наше время нельзя доверять газетам. И поэтому я бы хотела знать истинное положение дел. Так, что ещё? Кажется, я знаю, как поступить с человеком, который заварил всю эту кашу. Кто он? Мистер Кэппелл? Нет, тот, кто пытался убить меня. Да? Как же его зовут? Я знаю, как разделаться с ним. Что это значит? То, что ты спятила. Здесь нет пишущей машинки. Я так и знала. Вы хотите произвести обыск номер миссис Кэппелл? Да, так написано в ордере, если вы, разумеется, умеете читать. Дело в другом. В газетах было напечатано о награде. Я надеялся, что она рано или поздно появится здесь. Увы, мне не повезло. Когда вы в последний раз её видели? Недели две назад. Визуальные машины всех типов в петербургской фирме «Лариса». 312-07-67. Авторы сценария – Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссёр – Гэри Боэн. Продюсеры – Джил Фаренфелп, Стивен Кент и Леонард Фридлендер. Фильм озвучен телекомпанией «Русское видео». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова